Здравствуйте! Вы на канале школа доктора Скачко. И в этом видео я врач, фитотерапевт, диетолог Борис Скачко. Автор десятков опубликованных книг и брошюр в разных странах. Часть из которых можно купить и через интернет. Расскажу вам, как правильно наполнить кровь кислородом. Чтобы обмен веществ шел на уровне клеток. Максимально интенсивно, эффективно и безопасно. Ваше сердце, перекачивая за сутки тонны крови, при пульсе 70 сердце делает каждый день 100 тысяч сокращений. Если у вас пульс чаще, работа вашего сердца выполняется более напряженно. И чтобы облегчить работу вашему сердцу, кровь должна быть максимально заполнена кислородом. Там есть два основных вместилища. Вы об этом узнали в предыдущем моем видео. Эритроциты и плазма крови. Они способны переносить кислород для работы ваших клеток. Но! Если вы заполните эти системы максимально полно, вашему сердцу придется работать менее интенсивно. А значит, его мощности хватит на дольше. И какими способами есть заполнение этой системы кислородом, чтобы использовать на уровне клеток? Я расскажу прямо сейчас! Один из способов насыщения вашей крови кислородом – озонотерапия. Озон. Химическая формула О3. В отличие от кислорода, химическая формула О2. В составе молекулы имеют не два атома кислорода, а три. И соединены они не двойной связью, а менее прочной одинарной. В результате соединение не стойкое. И озон более сильный окислитель, чем привычный нам кислород. Если рядом с озоном окажутся какие-то токсические вещества, этот атом кислорода легче отщепляется, окисляет токсины и в какой-то мере их нейтрализует. А в крови остается привычный нам кислород, который может с плазмой крови доставляться к клеткам и использоваться в обмене веществ. Но! В случае, если рядом с озоном окажутся биологические мембраны, а именно тромбоцит, лейкоцит, эритроцит, то есть клетки кровеносные, либо стенка кровеносного сосуда, озон может окислять и эти биологические мембраны, нарушая функции соответствующих клеток или органов, которые снабжаются этим сосудом. И в этом случае, применяя озонотерапию, нужно взвесить все за и против, насколько токсические вещества не могут быть удалены работой печени, работой почек, через кожу, через легкие, и должны быть окислены в кровеносном русле. В этом случае вы сделаете правильный выбор! А о других способах насыщения вашей крови кислородом для активного обмена веществ я расскажу прямо сейчас! Еще один способ насытить вашу кровь кислородом и облегчить работу сердца по доставке этого кислорода с тоннами крови клеткам для обмена веществ дышать обогащенной кислородом воздушной смесью либо даже чистым кислородом. Противники говорят, наоборот, нужно уменьшать содержание кислорода во вдыхаемом воздухе. В горах живут дольше, но в горах дышат более чистым воздухом, пьют более чистую природную воду, едят более чистые экологические продукты, потому как экология в горы добралась в меньшей степени, чем на равнины. Поэтому кислородные маски, кислородные баллоны, кислородные подушки, если они вам доступны, это прекрасный способ помочь вашему сердцу выполнять свои функции. А также полечить некоторые заболевания. Например, ожирение. Когда не хватает вашему организму кислорода на окисление той пищи, которую вы употребили. Ведь пища окисляется не внутри организма, а по выходу из нее. В конце концов, организм сбрасывает окисленную пищу и продукты жизнедеятельности в виде шлаков. В конце концов они окисляются кислородом. А внутри пища как-то расходуется. Если кислорода не хватает, она запасается в жировой ткани. И лечение ожирения один из путей. Применить правильное дыхание. Об этом я расскажу в одном из следующих видео. А сейчас расскажу еще один способ, как насытить вашу кровь кислородом и помочь ей больше кислорода перенести на клеточный уровень. Простой, доступный, бесплатный, применимый практически в любых условиях способ улучшить способность вашей крови переносить кислород. Просто регулярно задерживать дыхание. Об этом в одном из видео я рассказал. Как делать задержки дыхания правильно. Вы наверняка уже знаете, если просматриваете видео с самого начала на моем канале. Но! Этот способ применим разве что в случае лечения анемии, когда вы устранили основную ее причину. Причину, которая привела к развитию анемии, вы устранили. И задерживая дыхание, создаете ситуационную гипоксию. Костный мозг работает лучше. Интенсивнее выбрасывает эритроциты. В крови увеличивается количество как эритроцитов, так и гемоглобинов. И вы из анемии выходите. Потому, как при анемии страдают все, в первую очередь, сердце. Ему не хватает кислорода. И при анемии, посмотрите, частота пульса, как правило, существенно выше, чем у того же человека вне. Когда он уже анемию вылечил. В случае же, если у вас нет анемии, такой способ увеличивает соответственно объем крови, вязкость крови и нагрузку на сердце. Поэтому, если у вас есть пороки сердца, если у вас есть ишемическая болезнь сердца, атеросклероз сосудов, гипертоническая болезнь, крайний вариант проблем сердечно-сосудистой системы, есть хроническая сердечная недостаточность. Для того, чтобы не обострить все эти ситуации, вам задержки дыхания противопоказаны. Слишком большая нагрузка на сердечную мышцу в этом случае возникает. Но, если вы ведете интеллектуально активный образ жизни без значительных физических нагрузок, задерживая дыхание, вы можете улучшить кровоснабжение, снабжение мозга кислородом, но не перегружая свой мотор, не перегружая сердце. И в этом случае вы реально получаете пользу. Поэтому задержки дыхания простой способ, но при правильном использовании, внедрении его в систему под названием здоровый образ жизни, вы получаете пользу. Если же вы используете задержки дыхания неправильно, тут возможны варианты. Думайте, делайте выводы и принимайте правильное решение. Пожалуй, самый эффективный способ максимального насыщения крови кислородом для ее использования в активном обмене веществ – правильное использование барокамер. Что дает вам барокамера? Ваш биологический возраст определяет интенсивность воздействия, а именно продолжительность каждой процедуры, их частоту и продолжительность общего курса. Но! Находясь в таких достаточно просторных и комфортных условиях, имея постоянную связь с медработником, человек подвергается воздействию кислорода под повышенным давлением. В результате на 100% заполняется как основная система переноса кислорода эритроциты, так и более древняя, то есть плазма крови. И ваш организм может работать более интенсивно, но только в том случае, если вы его к этому подготовили, эта интенсивность будет еще и безопасной. Что я имею в виду, говоря о безопасности? Просто приняв решение, что вашему организму нужно более интенсивно поработать. И для этого вы хотите использовать различные варианты доставки кислорода на уровень клеток. Вы должны быть готовы к тому, что в клетках будет образовываться больше свободных радикалов. А значит более интенсивно должна работать ваша антиоксидантная система, основной управитель в которой работа вашей печени. Именно печень помогает гасить окислительный стресс и нейтрализовывать различные шлаки и токсины, которые могут так или иначе образовываться в организме, либо попадать в него. Иными словами, выбрали вы задержку дыхания, выбрали вы дыхание кислородом, озонотерапию, барокамеру – это ваш выбор. Но! Это всего лишь один из компонентов в системе под названием «Здоровый образ жизни». И вы должны не только его применить, но и изменить систему дыхания, которые я рассказывал в первых видео на своем канале. По иному или правильно пить воду. Потому как выбрать из трех точек одну при посадке самолета. Нужно выбрать три точки и самолет сядет на посадочную полосу. А в употреблении воды многие не могут определиться пить полтора, два или два с половиной литра воды в сутки. Чтобы было вам счастье! А счастье не в этом! Счастье в правильном употреблении воды, о котором я буду говорить в последующих видео на своем канале! А также нужно изменить систему питания! Правильно питаться! В этом случае и кислород будет выполнять нужную для вас функцию! И не окислять те токсины, которые вы употребили с не самыми здоровыми продуктами питания либо напитками! А окислять белки, жиры, углеводы! И извлекать из них энергию солнца! Ведь вам больше это нужно! Вам нужна энергия для работы! Для молодого организма! Для того чтобы вы работали как в молодости! Ну либо скомпенсировать те резервы, которые остались! Если есть комплексы заболеваний, которые вы нажили непосильным трудом! Работая в не самом здоровом образе жизни! Кислород это очень интересно! Это обоюдоострое оружие! Он может великолепно вам помочь! И может точно также навредить! Если вы этим оружием пользуетесь неправильно! На этом я это видео буду заканчивать! Думайте! Делайте выводы! И меняйте свое отношение к самому дорогому, что у вас есть! К вашему здоровью! А в следующем видео на моем канале вы узнаете, как правильно дышать! Если вы ведете более интенсивный образ жизни, чем диванно, кабинетно, машинно! Когда вы самостоятельно перемещаетесь в окружающей среде! Вам нужно больше знать о том, как правильно питаться! Как правильно пить воду! Но номер один! Как правильно дышать! Потому как ваше питание не может быть использовано правильно! Ваша вода, принятая в разном виде, не может быть использована правильно! Если вы не знаете, как правильно дышать, занимаясь физическими нагрузками! Потому как не можете правильно окислить, правильно использовать питательные вещества, которые ваша вода доставила на клеточный уровень вашим клеткам для интенсивной работы! И о том, как правильно дышать при занятиях спортом, я расскажу в следующем видео на моем канале! До новых встреч на моем канале! Чтобы вы это видео не пропустили, не забудьте подписаться на мой канал! Если вам это видео понравилось, вы понимаете, что кислород это очень интересный элемент! Важный! Абсолютно необходимый! Жизненно необходимый! Но! Он именно жизненно необходимый, а не смертельно опасен! Только при правильном к нему отношении и правильном его использовании! До новых встреч на моем канале! Школа Доктора Скачко!